Все-таки цель вашего визита – это плановый визит в регион или в регионы. И каковы ваши первые впечатления, то увиденного и по программе капремонта, и переселения из ветховарейного жилья? Вот что можно сказать? Цель простая. Я определюсь с министром, что раз в неделю я нахожусь в каком-либо субъекте Российской Федерации и смотрю все темы, смотрю все вопросы, связанные с программой переселения, с программой капитального ремонта, с вопросами привлечения инвестиций, модернизации коммунальной инфраструктуры. Ну и отдельной задачей, безусловно, слышать и слушать коллег, которые реализуют эти задачи на местах. Какие проблемы? Почему возникают сбои? Они не возникают. Чтобы быть всегда на обратном связи. Поэтому, в принципе, реализуется почти раз в неделю. Потому что в том-либо субъекте Российской Федерации сегодня это Саратовская область. И предметом, как вы видите, является все то, что находится в сфере, в данном случае, моей компетенции. Что касается дополнительной опции, например, которая будет завтра, мы специально, я как главный жилинспектор давал поручение всем руководителям жилищных инспекций раз в месяц выезжать, общаться, собирать людей в том или ином городе, общаться просто, чувствовать и слышать проблемы и искать этим проблемам решение. И вот завтра мы в городе Балаково в 2 часа сделаем сход с жителями простыми, чтобы я сам очень послушал те проблемы, которые есть. Понятно, что проблем за десятилетия накопилось немало. Сейчас мы их по всем тем направлениям, которые есть, решаем. Чудес не бывает. Невозможно накопленные проблемы решить в одночасье. Но в рамках реализации стратегии ЖДХ мы четко и планово запускаем и контролируем те процессы для того, чтобы жить, жизнь простых людей, доверие к жилищно-коммунальному хозяйству и работа жилищно-коммунального комплекса, она становилась другой. Еще нам, еще много предстоит работать, чтобы в том числе изменить отношения тех, кто работает в ЖКХ к своим потребителям, к своим клиентам. Яркий пример. Мы с вами сегодня, сейчас только что слышали. Ваш коллега, представитель управляющей компании, на вопрос, а как решать проблему, бороться надо с жильцами. Я всех публично призываю, с жильцами не бороться, а с жильцами работать. С одной стороны, безусловно, оказывать им надлежащий сервис, надлежащую услугу, но с недобросовестными потребителями есть у нас, к сожалению, такие. В рамках закона с ними также взаимодействуют. Но сам принцип борьбы здесь в сфере ЖКХ, в сфере жизнеобеспечения, просто не приемлемо. Такой еще вопрос по переселению. Ну, Саратовская область, мы знаем, что она сейчас не в лидерах у нас пока по реализации программы. Скажите, ну как-то можно эту ситуацию улучшить? Вот с вашей стороны, как федеральному? Ну, смотрите, мы прекрасно знаем те проблемы по области, с которыми мы столкнулись. И скажу сразу, что это не проблема, скорее не проблема плохой организации, не проблема работы региональной власти. Это действительно ситуация с бюджетом, с его исторической, высокой закредитованностью, не позволила обеспечить своевременно надлежащим финансированием вот этот этап программы. Мы это знаем. Более того, насколько мы знаем, губернатор и команда активно работала с правительством, и мы поддерживали наших коллег, для того, чтобы получить соответствующую дополнительную федеральную поддержку именно на свою бюджетную часть. Потому что мы, со своей стороны, как и Фонд содействия развития ЖКХ, деньги своевременно все перечислены. Но для того, чтобы строить дома, это лишь половина. То есть вторая половина должна быть в региональном бюджете, которого просто не было. Соответственно, одним из предметных вопросов, как раз сегодня, и мы будем проводить потом еще одно такое уже совещание с подетальными планами, чтобы вот эти деньги получены, вот каким образом, в какие сроки эти квартиры, будут эти дома построены, и люди будут переселены, чтобы мы четко понимали по каждому дому, что теперь, несмотря на отставание, в какой срок это отставание будет преодолено, это первая задача. А вторая задача, чтобы так же не получилось и в 17-м году, чтобы мы не начинали решать проблему 17-го года в середине этого года, чтобы мы сейчас заранее понимали, что происходит с соответствующей бюджетной обеспеченностью, какие решения, какие действия предпринимают региональные власти, и какая поддержка нужна со стороны федерального правительства. Потому что задача стоит до конца 17-го года расселить тот аварийный жилищный фонд, который официально признан таковым на 1-12-е. И Саратовская область здесь не исключение, и безусловно, этому не могут помешать никакие проблемы с межбюджетными какими-то вопросами. Вот это одна из целей именно того, что я нахожу здесь в Саратовской области, понимая и знаю эту ситуацию, которая сложилась именно, к сожалению, в 15-м году. Хотя по 14-му году Саратовская область выполнила свои обязательства и расселила тот объем аварийного жилья, который был заполнен. Еще такой вопрос по капитальному ремонту. Ваш визит совпал с тем, что буквально несколько дней назад у нас сменился глава комитета, отвечающего за капитальный ремонт. Это как-то связано? Справляются ли чиновники на сегодняшний момент со своей задачей по капстроительству? По капитальному ремонту. По капитальному ремонту, да. Мы специально поехали на капремонт в городе Эндельсе. Это такой среднестатистический город, не с очень большой численностью населения, но с большими проблемами. Ну, видите, вот эти дома. И понятно, что если мы эту программу не будем интенсивно, четко и вовремя выполнять, то у нас просто эти кровли продолжат течь, а дома просто разваливаются. И всех этих людей придется переселять от такого объема ремонтирования. То есть дома, так и автомобиль, который нужно периодически ремонтировать, так же и дом, но нужно вовремя, своевременно ремонтировать. Поэтому сегодня программа капитального ремонта в целом по стране, но это, знаете, это вообще самый масштабный за всю историю и России, и Советского Союза самый масштабный парайк, три инновации жилищного фонда. Его никогда не было, и другого варианта не будет, что собственники инвестируют в содержание своей недвижимости, в ее капитальный ремонт, обеспечивают безопасность и комфорт проживания. Что касается Саратовской области, то понятно, давайте тоже откровенно говорим, процесс пошел, мы видим отремонтированные системы инфраструктуры, вот Кровлю, куда мы ездили, мы еще посмотрим и сегодня, и завтра другие адреса по капитальному ремонту. Да, план 2015 года, который был, он не выполнен в полном объеме, и для этого, к сожалению, это Саратовский область не исключительно. Потому что, но задача, которая сегодня поставлена, сделать так, чтобы в 2016 году, уже по итогам 2016 года, никаких подобного рода сбоев не было. Мы понимаем, что 2015 год был фактически первым годом такого повсеместного активного запуска. Понимаем, что не все коллегии, к сожалению, с этим справились. У нас есть регионы, которые полностью выполнили план. Значительное количество регионов не дотянуло до выполнения. В Саратовской области то же самое. Но я убежден, что тот жесткий контроль, который мы все сегодня с вами выстроили, у нас с федеральной власти, у нас с федеральной власти, у нас с средств массовой информации, общественности, все это все-таки обеспечит выполнение плановых показателей, которые есть, зафиксированы и об этом знают заранее собственники именно в 2016 году. Ну и, конечно, главный вопрос не только в количестве, главный вопрос еще и в качестве. Надо сказать, что то, что мы видим, в большинстве своем, все-таки выполнено с достаточным уровнем качества. Даже в том, может быть, не очень красивом доме, который мы сварили с вами сегодня, тем не менее, слушайте, в этом доме тоже живут люди. И эти люди точно не должны жить под текущей крышей. Они жили много лет, пока не заработала на системе капитального ремонта. И то, что я видел на кровле, это действительно качественная, выполненная работа. Уровень качества, подтянуть нужно к достижению плановых показателей, не только для Саратовской области, но и для нее тоже. Спасибо. 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 Продолжение следует...